Всем доброе утро! Добрый день! В общем, доброе время дня! Сейчас 9 августа. Мое вчерашнее видео, точнее, то, которое я редактировала, вышло на сегодня. У меня запись там была 16 июля. Я смонтировала я все только сегодня ночью. Я как этот Илья Муромец, 33 года на печи, потом раз скачала и делать, наделывать, короче, всю переворошить. Только, наверное, ну там его же по легенде убили, по-моему, насколько я помню, если не ошибаюсь. Если бы его не убили, он бы, наверное, после этих дел опять бы на печь завалился. Вот это как я. Мне только интересно, он, когда на печи лежал, он что-то делал там. Он же, по-моему, мастерил чего-то на печи или просто лежал в телевизор, пялился. Я тоже. У меня это не просто безделье. У меня очень мало сил на самом деле. У меня очень низкий гемоглобин. Вы знаете, что это... Ну, у кого низкий гемоглобин, те, у кого он нормальный, даже понятия не имеют о том, как оно может быть. Как это, когда вы низкий гемоглобин. А те, у кого он низкий, знают, что энергии очень-очень мало. Ну вот, поэтому и экономить как-то это все не особо получается. Получается что-то позаписывать, потом опять уходишь на печь. Ну вот, поэтому смонтировала очень долго. Я очень-то монтировала. Ну и монтировала, откладывала, да. В общем, сейчас вставляю этот кусочек, который у меня не вошел во вчерашнее видео. А там я вам рассказываю про вакцину. А, наконец-то, да, вакцина моя готова. В общем, можно показывать таблетки? Таблетки, всякую медицину, я не знаю. Если что, придется все это вырезать или просто элементарно этим бор-росо, как это там, дымкой делать, да. Ну вот, моя вакцина. И здесь указано, что она стоила, аптеки 330... Сколько? 337 евро почти, да. А мне, поскольку все-таки это через государство заказано... Да, вот мне кошечка уже заинтересовалась. Да, это вакцина против тебя, от тебя, да. Так как у меня спонсируют медикаменты государства и всякие там, да, операции, то у меня хорошая скидка. Я заплатила в результате 155 евро. Хотя мне это кажется тоже дикостью, при том, что мне обычно там всякие там препараты медицинские. Выходят там 2 евро. Вот так вот, вообще редко какие-то получаются дороже 5 евро. Ну вот, здесь... Так. Киса. Здесь, собственно говоря, должны быть ампулы. Так. Ну-ка, давай, 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 давай. Ну, невозможно снимать. Здесь должны быть ампулы. Я не знаю, в каком они количестве вообще. Вообще указано, что это Мурсия. Это прям даже с континента, что ли? Дос Виалис. Виаль, что это такое? Это какой-то просто пузырёк? Я не знаю. Бельтовак полимерисаду протрим. Не знаю, сколько здесь находится. Всё заклеено, но по весу там практически ничего нет. Ладно, теперь мне нужно будет позвонить. О, кошка вот прошла, я уже вся чешусь. Слава богу, у меня хоть, ну, таких как бы серьёзных респираторных проблем нет в связи с аллергией пока, да. Вот надеюсь, что вакцина предотвратит такие более серьёзные штуки. Ну, и, возможно, просто немножко в лучшую сторону, да, сместит ситуацию, да, с аллергией. Потому что, как мне врач сказал, таблетки от аллергии, они только маскируют симптомы. При этом сама аллергия может продолжать развиваться, да, и то есть ухудшаться. Если, как бы, контакт с аллергеном не прекращён, да, у меня две кошечки вообще-то. Вот, поэтому он мне посоветовал вакцину. И мне нужно будет прививаться три года каждый месяц. Вот. Не знаю, во сколько мне это выйдет в результате, потому что пока что я не понимаю вообще ни дозировку, на сколько мне, соответственно, хватит этой вакцины, сколько здесь вообще чего находится. И открывать я это не хочу, потому что оно запечатано. Мне нужно будет хранить это в холодильнике и потом отвезти. Когда я поеду уже делать вакцину, мне придётся брать это с собой каждый раз вместе с контейнером. И, видимо, в первый раз я уже узнаю, насколько мне её хватит, во что мне это выльется годовое удовольствие. Да, ладно, пойду записываться. И сегодня я тоже перед работой приехала в больничку, в этот самый вьюжный госпиталь, госпиталь, а госпиталь. И так вот он находится сейчас за моей спиной. госпиталь, госпиталь, клиника Верри, зелёная клиника. И я приехала за результатами анализов по гинекологии, которые я сдавала тоже, наверное, в июне ещё. В общем, всё у меня долго и размазано. Сегодня вроде принимает мой врач. Мне сказали, что за результатами анализов мне не нужно записываться, можно просто прийти в его часы приёма. Поэтому сейчас идём и надеюсь, что всё хорошо и меня больше не будут мучить. Но это не у меня было подозрение, это у меня были всякие подозрения. Но я думаю, что это, извинить за подробности, было связано именно со спиралью. С тем, что она долго стояла, потом, что она была вытащена, в общем, адаптировался организм. Ладно, идём и всё узнаем. Смотрите, какой шарик. Какая прелесть. В общем, народ, меня обманули с расписанием моего врача. Я когда позвонила на днях... Он какие-то дни принимает в утро, а какие-то в вечер. И, в общем, мне сказали наоборот. Ну, или я что-то не поняла, что тоже может быть. И я пришла на ресепшн. Мне об этом сообщили, что врача уже нет, что он уже ушёл. И говорит, ну, результаты анализов я, собственно, вам бы не хотела давать. Это врач предпочитает сообщить лично. Я так перепугалась, что мне не хотят показывать мои анализы. Наверное, там что-то серьёзное. Раз мне это врач будет деликатно рассказывать. Я говорю, вы точно не можете мне их распечатать? А потом я уже к врачу схожу. В общем, даже я не знаю, что я там хотела увидеть в анализах. Мне как в принципе особо не принципиально. Ну, в смысле, я могу подождать до понедельника. Ну, она мне решила распечатать анализы. Я посмотрела. И, конечно, вижу, что всё отрицательно. Отрицательно. И незачем было так пугать. Вот. Понятное дело, что бывают такие случаи, когда там, например, какой-то анализ крови. И какие-то есть параметры, которые находятся в норме. Но их сочетание говорит о каких-то там болезнях. Здесь же, ну, во всяком случае, там анализы издали. Там видно, что на какие-то там бактерии. На какие-то там болячки. Короче, это написано отрицательно, отрицательно, отрицательно. Ну, скорее всего, это всё-таки просто вот этого гадости не нашли. Хотя тоже может отсутствие каких-то бактерий свидетельствовать о чём-то там негативном. Вполне допускаю. Короче, я в любом случае в понедельник постараюсь сходить к врачу. Но сейчас по анализам вижу, что всё круто. Это, кстати, вот эта вот клиника, про которую я вам рассказывала, про чудеса, да, модернизации, что туалет у гинеколога прямо в кабинете. Так я была поражена, до сих пор поражена. Вот. В общем, думаю, что далеко не везде так. Это очень-очень удобно. И вообще не знаю, почему так не делают. Вот я в таких листьях. Пришлось забраться сюда, потому что везде, где можно присесть, солнце. В общем, засвечивает ужасно. И раз уж нам сегодня, у нас сегодня такое видео про врачей, такое, да, медицинское, и про болячки, то хотелось упомянуть, что я взяла направление, направление, а просто, ну, записалась, да, к врачу, к гастроэнтерологу на осмотр. И что ещё? На вакцину, про которую я рассказывала в этом кусочке, который не влез во вчерашнее видео. Значит, первая прививка у меня будет от аллергии, аллергии, аллергия, аллергия по-испански, аллергии 5 сентября. Мне нужно будет ехать в столицу. Наверное, придётся попросить выходной, потому что на следующий день, два выходных, да, 5 и 6, потому что на следующий день у меня тоже ни туда, ни два, ни полтора, в 6 часов вечера назначены анализы. Так что сейчас буду просить у шефа, чтобы мне эти два дня дал свободных. И вот эта вот клиника, конечно, по сравнению с государственным, да, совсем, вот эта клиника Успитэнсур, когда вы идёте именно по частной страховке, конечно, всё, ну, обращение в Испании вообще обычно, да, всё-таки в 99% случаев очень хорошее и трепетное, да, к пациентам. Есть, конечно, всякие там стервозы, как моя, это медико декавейсера, это, как это, врач, ну, общей практики, да, и она, у неё было правило трёх вопросов в поликлинике, да, врач, значит, что вы в течение консультации могли задать только три вопроса, да, даже если, как у вас ваш день сегодня, да, как у вас дела, это уже там включалось. Не, ну, это я шучу, конечно. В общем, у меня муж долго не верил в это, и я ему сказала, как-то пойдём вместе со мной, вот, и спровоцировала её, и она мне снова выдала это про правило трёх вопросов. Вот, таких у нас тут катаются, да. Туристы. Ещё имеют наглость пипикать, бибикать. Вот, но в основном всё-таки отношения хорошие, да, но вот эта вот клиника, она всё-таки является такой получастной, полугосударственной, здесь принимают именно как с государственными страховками, да, и так и с частными. Поэтому здесь очереди на запись к врачам и всякие там проверки, да, всякие там эти, как, анализы, да, всё это гораздо дольше тянется, чем чисто в частных клиниках. Я сначала вчера позвонила, чтобы записаться к гастроэнтерологу, причём здесь он называет, я подсказала к гастроэнтерологу, и мне сказали, у нас такого нет, причём я знаю, что в Испании вроде есть такое слово, да, нутрициониста, нутрициониста. Я говорю, ну, значит, мне туда, да. Позвонила сюда, мне говорит, первая доступная запись на 18 декабря, декабря. Думаю, ладно, позвоню-ка я в другую клинику, которая находится у нас немножко, а, в другом муниципальном округе, не очень далеко отсюда. Называется она Керон, и она только исключительно частная. Ну, и мне дали, собственно, запись к этому, к вот этому нутриционисту на 16 сентября. Причём в этой клинике меня не спросили, зачем мне это надо, есть ли у меня какие-то уже предварительные анализы, там вообще, что у меня за жалобы, ничего мне не спросили. В Керонеже мне сразу взяли, ну, вы знаете, за что, за всё, что только можно было, выяснили, да, обстоятельства, по которым я иду к этому специалисту, спросили, есть ли у меня какие-то анализы. Когда я сказала, что нет, тогда мы вас предварительно направим на основные анализы необходимые, потом уже вы пойдёте на консультацию. И это мне очень понравилось, потому что, ну, действительно, зачем идти на консультацию? То есть просто вот, ну, как бы, причём консультация, которая, да, она же платная, не мне платная, ну, и мне платная, да, ну, и вот страховой компанией, то есть просто для того, чтобы мы друг на друга посмотрели, гораздо логичнее и разумнее сделать предварительно хотя бы минимально необходимые анализы. Поэтому меня направили, значит, на тест на хеликобактер, причём здесь, я, насколько знаю, да, они разные бывают, есть там в выдыхаемом воздухе, есть там анализ кала, извиняюсь. Вот, собственно, на это меня и направили, да, мне нужно будет скоро идти в этом месяце, как раз таки. Вот. Что ещё? И направили меня на... Что меня очень поразило, причём я это уже слышала от других людей, что их тоже направляли на этот вид обследования, то есть на УЗИ брюшной полости, брюшная же, наверное, да, называется по-русски, брюшной полости. И, кстати, вот тем людям вынесли, как это там, диагноз, да, гастрит, причём хронический, именно на основании не гастроэнтероскопии, а именно вот этого теста на хеликобактер и на тот самый, вот на основании УЗИ. Причём хеликобактер у них был отрицательный, так что только фактически на основании УЗИ, да. То есть им этого хватило. Мне это как бы... У меня не вызывает особого доверия, но я всё это выясню, поговорю с врачом, когда именно пойду уже на консультацию, и там всё это проясню. Главное не забыть, да, к этому времени. Так что у меня 6, 5 сентября, да, мне будут делать прививку от моей аллергии на кошечек, на моих бедненьких. Надеюсь, что мне как бы там... Те проблемы, вот у меня есть такое какое-то давление, да, здесь вот в горле, там, и так далее. Нет, я не надеюсь, не знаю, короче, на что я надеюсь, честно говоря. С одной стороны, хочется, чтобы меня укололи, да, и чтобы это ушло. Но, с другой стороны, если это уйдёт, то это будет означать, что это от аллергии. И это будет означать, что у меня не просто сопли, да, а более серьёзное что-то, вот. Поэтому я не знаю даже. Вот как так? Вот посмотрите, она сейчас поедет, девочки, да, они просто вот в купальниках, да, вот так вот ездят. Ну вот как так? Да, так что я на всё, что мне нужно было записалось, да, всё это по частной страховке, надеюсь, что всё это мне оплатят, ничего мне там не предъявят, всё время боишься, да, пока у тебя первый год страховки. И надеюсь, что всё будет хорошо, и результаты будут те, которые именно меня интересуют. Вот. Всё. Я, наверное, уже сегодня вам, на сегодня закончу, потому что и так вам сегодня наговорила, ещё со вчерашним кусочком. Так что встретимся с вами уже в другой день. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, по скриптум идут вот как раз через такой парк небольшой у больнички. Тут вот, видите, по деревьями кто-то припарковался. Палаточка. Живут люди. Кстати, палатки ставить нельзя где угодно. Не думайте, что приедете, тут можно без отеля вот так палатку поставить в любом парке или у пляжа. Ну, как бы, вроде как бы нельзя. Вроде как бы, ну, люди ставят и вот далеко не всех выгоняют и далеко не всех штрафуют. У нас вот рядом с нашей деревней, да, только чего стоит. Там палаток этих наставлено, даже бунгало практически уже настроено. И они стоят там и стоят. Никто их не сносит, никто никого не выселяет. Поэтому вроде как бы нельзя, а вроде как бы приехали и живите. Вот так. Всё. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова